Опять с 24 секунды начинается запись, к сожалению, но Сайфер против Кроника, 1-4 это часть финала, мая 2014 года, 125 фпс, лига, лига это 125 фпс, хороший фейк от Сайфера, но Кроник не повелся. Вот, к сожалению, 20 секунд настраивать пришлось микрофон, но к хорошим новостям, Сайфер против Кроника, 1-й карта Аэроволк. Хорошо, Сайфер Шафтир пытался подловить на прыжке, именно на вот этот, не знаю, как это вторым этажом-то не назвать. В общем, к этой аптечке Кроник хорошо здесь забирает мегу, отлично отдамажил Сайфера, получает, правда, рейлган здесь. И все, вот так вот, секундочку, и уже желтого нету. Глядел, глядел и проглядел. Да, проверка систем прошла нормально. 170 на основу 140, это стек Сайфера. Поменял я модельки на киллов. Воу-воу, великолепный рейл здесь. Без шансов оставил Кроника. Без шансов оставил все то, что оставалось от Кроника. 270, базуки есть, рейл есть, шаркетский есть. Все отлично сейчас у Сайфера. Вот теперь сваливается вниз Кроник. Ну, поджимает очень хорошо, но нужно, конечно, отдать должное Кронику. Великолепно он сражается, выживает все это время. И, кстати, обратите внимание на стек Сайфера, который достаточно хорошо протаял. Все от КХП всего остается. Практически все выиграл Кроник ему. Но почти, как вы знаете, не очень-то вкатывает. И 200 КП снова у Сайфера. Сейчас он выйдет на красный. Все, он завалил. Хронически борется Кроник. Перспективно. Очень хочет он рейлган, но рейлган забрать не получится. Пропрыгивает наверх. Контролит грамотный Сайфер телепорт. Именно потому, что видел, что Кроник хочет рейлган. И смотрите, продолжает, продолжает отконтроливать. Оттягивает Кроник немного в сторону красного. Мигузи забирает Кроник. Хороший для него мув. Телепорт, естественно, он упрыгивает. Но по жести вот этот рейл очень жестко пришел сейчас ему в бочину. Соответственно, он не был заминусован. Но стэк потерял достаточно сильный. Хороший врыв. Воу, там в затылок попадает Кроника. Действительно, в Кронику по-другому как-то. Его просто напишут в Кронике. В 200-200 скоро будет стэк Сайфера. Даже в телепорт не получилось уйти здесь у Кроника. Это просто жесть. Мимус Кроник еще раз. Ну, с Сайфером на Аэроволке, сами понимаете, очень сложно. Ну, вот то, о чем я, кстати, и говорил, что, возможно, просто к более поздним стадиям готовится Сайфер. Потому что, как вы видите, игра его достаточно хорошая. Ну, по крайней мере, на этой карте. И, возможно, сегодня. Все может быть, потому что по ходу чемпионата, по ходу лиги мы с вами наблюдали, что не в идеальной форме находился Сайфер. И не очень у него получалось уничтожать врагов. Но, возможно, это было несовременно с тем, что он не особо-то и старался. Сейчас уже такая стадия, когда ему нужно четко все делать. И, как мы с вами видим, перехвалил, да, немного. Ну, и много. Ну, самое малое. Мига, кстати, за Сайфером лоу. Какой-то рейл в бой пришелся вообще сейчас невероятный в Кроника. 8 хп. И в предыдущей ситуации, когда Сайфер упрыгивал из желтого, собственно, не сориентировался Кроник. Потому что, как бы, уже вот эта деморализация, которая всегда присутствует, когда вы играете с игроками такого уровня, она, мне кажется, уже дала свои плоды. Хороший здесь директ. Минус Сайфера от Сайфера. Минус Сайфера от Сайфера. Мне тоже не оказалось, что мы смотрим за Кроником. Но, в любом случае, в 12-й раз на последние 6 минут за минусом Кроник. Минус Кроник. Хороший. Контроль и трес получает. И что удивительно, он не убил его, но шахтом все равно провел. То есть, в принципе, попадал даже шахтом на этом респе. Конечно, реакция для этого нужна достаточно хорошая. 15-й одни. Ой-ой-ой. Услышал, где оппонент и сразу меняет направление атаки. Вот что надо делать. Вот как надо играть. О-о-о. Минус Кроник. Это хороший шахт. Мига за Сайфером. Не попал здесь Рейлганом. Дал противнику выйти. Но уже не может. Уже не может просто попасть Кроник. Наконец-то попадает. Сейчас может выноснуть Сайфера. Именно хорошее такое окно по времени проскакивает здесь Сайфер. Забирает красный тем самым. И заблез небольшим минутой до конца. 18-й один счет. О-о-о. Еще там зашел Рейлган. Минус Кроник. 19-й один. ГГ. Форфейт. И первая карта у нас за Сайфером просто в хлам. Это было Жозенька, дорогие мои. Хе-хе-хе. Неплохо, неплохо здесь Сайфер откатал. Сейчас у нас будет Синистер. Давайте вспомним, как Кроник его сыграл. Вроде бы. Вроде бы неплохо получилось сыграть у Кроник. Но посмотрим, что и сейчас у него получится сделать на этой карте. Начинаем за Кроника. А давайте ощущать, собственно говоря, все напряжение, испытываемое Кроником. Я думаю, в течение всего этого времени мы будем наблюдать удивительнейшие залеты Рейлганов, базу. Потоки шафта, смывающие просто все на своем пути, как серная кислота, разъедающая. Какая-то плохая ассоциация сейчас с трубами там, ну неважно. Красный за Сайфером. Получает он здесь Рейлган, неплохо отступает Кроник. Неплохо получилось. Он скинул Сайфера и здесь прокидывает его еще базука. Рейл, ну же! У-у-у! Сайфер сам решает покончить жизнь самоубийством при таком раскладе. Волнуется, волнуется Кроник. Вот явно, что все игроки, играющие с игроками в высоком уровне, играют не в свою игру. Это реально их проблема. Отличный минус от Кроника. Красный, правда, за Сайфером. На верхний желтый нужно уходить в Кронику. Полтишка. Очень в тему. Полтишок. Полтишок как мешок. Помещающий бошек-горшок. Ну, неважно. Красный скоро появится. Между прочим, Кроник выбирает мегу. Красный все еще лежит. И сейчас вообще потеряет тайминг Кроник на красный. А нет, приходит вовремя. И ой, здесь сбивает Сайфер. Можно еще попробовать продамаживаться. Аккуратно играет, сейфово. Это правильно. Если у тебя нет возможности там прям вот проломиться так, как ты хочешь, лучше не ломиться вообще. Вот. Это такое тоже. Важный такой момент. Не чувствуешь в себе силы здесь продавить. Не надо. Отступи аккуратненько. Вот нижний желтый лучше забери. На красный не выходит. И смотрите, Сайфер пытался смещиться к красному. И сейчас повезло. Кронику вот в этом плане позиционно. Мегу забирает Кроник. Шарды верхний желтый. Может прийти сюда Сайфер с прохода. И приходит. Получает здесь базуку одну, вторую. Но второй не сильно. Задамажил. Отлично заныкался. Но выдал себя вот этой базукой последней. Совершенно лишний мув был от него. На самом-то деле. Хороший рейл от Сайфера. Но сейчас пытаться будет Кроник красный продавить. Видит Сайфера. И сразу же отступает. Ретируется. Верхний желтый. Опять же. Слышал оппонента. Вообще неплохо Кроник пока. Хорошую игру показывает. Схватка на шафтах. Мега появилась. И грамотно Сайфер все сделал. Давайте посмотрим. 135 у него оставалось. Соответственно 35 хп у него оставалось до меги. Вроде бы подкинул немного Кроник. Нужна аптечка. По-любому. Пивается шафтами. И минус от Сайфера. Красный забирает. Соответственно тоже Сайфер. Счет становится 1-1. Верхний желтый лежит. Спешит на него Кроник. Однако печально ему здесь будет. На респе не подконтролил. Шапкет за Кроником. Нижний желтый там сейчас появился. Мега уже за Сайфером. И не успеет здесь Кроник ничего взять. Естественно. Придет сюда Сайфер. Само собой. Ой. Приходится ему. Ну как приходится. Он сам отходит от этого желтого. Вообще-то ему не нужно было отсюда отходить. Ему нужно было быть на нижнем желтом. Не знал он что нижний желтый лежит. Есть шахтец. Это хороший момент. Отлично перекидывает. Великолепный Директ. Сколько осталось? 86 на 33. Красный сейчас будет у Сайфера. Минус Кроник в очередной раз. Красный здесь достается на халяву Кронику. Даже пытается он уйти вроде бы. Даже вроде бы что-то получается. 100 хп оставалось у Сайфера. Только не ломись. Только не ломись, Кроник. Ты же знаешь. Ну и шугаться как собака забитая тоже не надо. Может не самое удачное сравнение, но шугаться тоже не надо. Хорошее попадание. Вот играл бы он со мной, например. Он же просто бы такую Аркадию Петровича, такого бы включал. Просто убивал бы и убивал бы. В свое удовольствие. А здесь Сайфер как великолепно выныривает из этого прохода. Если вы обратили внимание, он вышел именно через низ. Хороший мув. Грамотно, грамотно выходил на Омегу Сайфер. Именно это зарешало. Мог попасть там Кроник. Красный появился, но Кроник не достается. И на респе залетает директ вообще жесткий на сотку. 135 на 100 оставался стэк у Сайфера. Мега сейчас появилась. Она уже за Сайфером. И под красный перемещается естественно Сайфер. 7 на 1 счет. Почему на полтишок не пошел? Ну ладно, хорошо. Красный за Сайфером. И Кроник ждет здесь по сути своей смерти. Потому что сейчас, если сейчас этот желтый будет появляться, Сайфер будет крут, он будет пытаться забрать. Но хорошие две базуки, ничего не скажешь. Нижний желтый за Сайфером. И как он перемещается? Возможно по второму этажу идет. Сейчас будет Мега. И Мега будет одновременно с красным. Не зная таймингов Кроник. Сейчас Сайфер фактически спугнул на этот красный. Лол. Вот это лол. Только проштрафовать получилось. Дожидается нижний желтый, на который естественно врывается Сайфер с полным стэком. Попытка неплохо принять от Кроника. Вроде даже что-то попало, но минус Кроник. Просто за счет того, что перевес жесточайший по стэку. Приходится здесь Кронику не забирая Рейлган уходить. Соответственно верхний желтый он также отдает. Остается 5 секунд до красного. Слышит Кроник, что по лестнице зашел. Заметил, заметил, что красный есть. Прикольно, на халяву сейчас достается. Отличное попадание, можно минуснуть. Слабый, слабый там Сайфер. Сколько у него осталось? 40 на 60. Ну да, слабый. Отличное попадание, очень четко прицелился. Однако не помогло эту Кронику. А все потому, что он отдает контроль фактически им девайса. Те, которые даже... Он может теоретически взять на халяву. Или даже не на халяву. Или услышать и проконтролить. Он на них просто не приходит. Прекочитая сражаться только, когда у него хоть какой-то есть стэк. Ну, если так играть, то нужно как бы контролировать тогда все девайсы. Убивает здесь, правда, Кронику. Сайфера остается 3 минуты до конца. И 7-7, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1, 0-0. Это тайминги до красного с Мегой. Синхронизация у нас сегодня произошла. На халяву. Достается Кронику здесь Мега. Два желтых примерно тоже в одно время. Нападает Сайфер. Плохо с рейлганом то, что бегает. Ну, кто бегает с рейлганом вообще в нашей жизни-то, дорогой? Уж с базукой, ладно, чтобы не шуметь, да? Кронику нам был свой взгляд на это. 40 на 50 стэк. Красный сейчас будет. А вот красный можно было бы сейчас подрейлить. Куда уходит Сайфер? Ну, понятное дело, что не шафт выполнять через телепорт. Волнуется Кроник, ничего не скажешь. По-любому из телепорта. Да, выходит из телепорта Сайфер. Но получается здесь две великолепные базуки. Минус от Кроника. 11-3, хорош. Вот это сейчас неплохо получилось. Можно поджать на респе. Давай, 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 давай. Отлично. Полтишок, полтишок забирает. На базуке появляется Сайфер. Но, однако, сильно тут не продавить. И сейчас Сайфер будет сверху. Я думал, из телепорта, но он сверху. 20 хп. Да. Не очень. Не очень. Две минуты до конца у нас остается. Ой-ой, перепрыгнул Сайфер. Какой-то интересный момент. Заберет Мегу. Отлично. Забрал Мегу и выжил. В общем-то, это единственное было спасение сейчас для Кроника. 7 секунд до красного. С телепорта, да. Надо ожидать. Ну, нет. С телепорта надо было ожидать. И минус от Сайфера. Почувствую, что Кроник слаб. Замошнил. На халяву сейчас почти что. Почти что достался красный. Почти не считаем. Соответственно, не достался. Естественно, красный. Кстати, интересно, сколько там хп там. 60 хп сейчас. Так много. Обалдеть. В воздухе. В воздухе Кроник получает базюльку. Ой, вернее, рейлган. Не базюльку. 150 на 75. 100 хп у Кроника. 50 армора. Ну, 9 фрагов тут, конечно, за 40 секунд. Ну, вы понимаете, да. Настолько прохладно, насколько это вообще может быть возможно. Практически абсолютный ноль. Минус 244. Минус 247. Я не буду вдаваться в подробности, а то вы меня затроллите. Вот, ну. ГГ. Ну, что можно сказать вообще вот. Не хватило действительно контроля айтимов. Хороший здесь фраг. Давайте посмотрим. 4 красных. Это только 4-й красный от Кроника. Красный вообще, кстати, на него забил совершенно Кроник. Мег примерно одинаковое количество. Вроде бы переел желтых, но... Эффекта это не дало. На полторы тысячи армора у него получается, да, переел? Что обозначают вот эти цифры, которые рядом с армором и с мегой? Это вообще загадка для меня. Всегда я не понимаю. И третья карта у нас сейчас будет. И третья карта Кьюр. И что самое интересное, что после этого мы еще посмотрим с вами демона. А что за счет эш-агент? 0 и минус 107. Ты имеешь в виду в сетке? Это означает техническое поражение. Означает, что агент не играл в свою игру, отказался от нее. Вот. Потом мы на трансляции видели, что он предлагает играть без стрима. Что само по себе странно. Начинается у нас третья карта. Она может стать последней, если ее затащит Сайфер. Что, как вы понимаете, вполне реально. Смотрим и за Сайфером. Такой обычный респ, собственно говоря, потому что не особо тут много вряд ли респов на Кьюре. Стартовых, я имею в виду. Нужно быть поспокойнее и поаккуратнее. Меньше лишних движений для Кроника. Мне кажется, будет идеальным. Сегодня у нас такая бежевая, кремовая. Свежево-кремовая Кьюр. Мэр Пауэрбит немножко понизил я до двоечки. И чуть-чуть гамму сделал. Поменьше. И такой вот цвет мороженого. Такого непонятного. Мега за Сайфером. 200-200. Даже желтого нету близко. Приветствую всех, кто подсоединяется к трансляции. Четвертьфинал у нас сегодня с вами. Интересные, интересные игры. По накалу страстей, мне кажется, будет вторая. Немножко пожестче. Вот. Ну, сами мы, конечно, понимаем, что явно фаворит здесь Сайфер. Хотя Кроник уложил, вообще-то, ферзя. Достаточно мощного. Хотел бы посмотреть, как ферзь играет вот с игроками типа Сайфера. Эвила. Может быть, демон или еще кого-то. Какое попадание? Куда он вообще там попал-то? Он попал-мало того, что в уголок какой-то вообще невероятный, потому что там еще и противника не было. Или, может быть, я моргнул в этот момент? Не знаю, может быть. Слабый там остается Кроник. Спокойно, красный забирает Сайфер. Выходит на второй этаж. Через второй этаж забирает Мегу спокойненько. Так же. 210 наламывается на желтый. Отлично, директ. И практически без шансов там оставался Кроник. Что-то там запиливает Кроник. Блин, 100 хп выпилить. Ну, в принципе, сколько пила тут? Пила, по-моему, чуть-то не полто снимает. Кто-нибудь помнит, сколько снимается пила за один затылок? То ли 35 хп, то ли 50. Аспекты в чат молчат, видимо, увлечены игрой. 4-0. Ведет, естественно, Сайфер. Ну, естественно, насколько это предсказуемо, скорее. О, хорошее здесь попадание. Поджимает Антроника. 9 хп остается у Сайфера. Блин, ну это вообще жесть. Вроде все хорошо сделал, но вот этим Рейло... О, хорошее. Продолжение следует... Полтинчик забирает здесь сайфер. 6-2, кстати, кроник уже что-то успел убивать. Отвлекся в ожидании, сколько же снимает пила, но какой-то разговор про шотган. Возможно 110, а может быть и столько-то, мне кажется, что... В дуэлях. Хотя нет, 110, в УСП 110 было. Да, шотган, видимо, действительно 110, и опила 50. Да, соответственно, два запила там на телепорте нужно было получить сайферу. Чтобы оказаться запиленным. Блин, какой он там вообще? Блин, щель все-таки пытался прострелить, просто щелевет, главный щелевет сайфер. 7-3 становится счет, кроник там тоже разменялся. Для него это хорошо, лишает он для опон бара своего оппонента. По третьему этажу приходит, но совершенно не контролит. Как можно было не понять, что сайфер на рейлгане? Слышно же было. 19 на 10, на лавах практически, а сайфер здесь уходит. На полкишок даже не идет, стесняется. Мега будет 6-15. Интересно тоже рейлганом, таким, такой прыжок. В общем, хорошо его использовать в разных вообще местах, но только в тех, где у вас есть возможность куда-то пролететь вниз, например. То есть такое, как зависание в воздухе. Это прыжок с приседом. То есть вы прыгаете, приседаете и перестаете сжать стрейф. То есть после прыжка сразу, чтобы прыжок вас не сильно выкинул и простреливаете рейлганом. Соответственно, у вас открывается видимость из-за угла минимальным количеством. То есть буквально вот вы из-за угла выглядываете во время прыжка, выстреливаете и уходите вниз. Вот отлично получилось. Великолепная тут граната просто влетела в ноги и заминусовала оппонента. Финал сегодня будет? Нет, финал будет завтра. Сегодня 2-4 финала, 1 полуфинал сыгран. Соответственно, завтра нас с вами ждает 1 полуфинал и финал. Ну вообще халява. Сайфер просто не двигался. Минус Кроник, 10-3 счет. Почувствовал силу. Видимо, чувствовал, что Кроник немного не тот оппонент, который может ему показать здесь сопротивление. Завтра опять прольется кефир. И да прольется кефир. Возможно. Да, Эвил уже в финале, да, получается. Да, он против Эши вчера сыграл. Соответственно, ожидает Сайфера. Ну или Пашу. Или Демона. Или Кроника уже маловероятна. Ну, в общем, вы поняли. Победителя Сайфера против победителя пары Демонов. Против Пабло. ГГ от Кроника. Портрет, GG. Вот так вот, 3-0. Покуп. Лог. Продолжение следует...